Добрались мы до LP-106.1, работа с графическим сервером, с графической подсистемой Linux X11. Нас просят разобрать такие вопросы, которые, в принципе, очень поверхностные, поэтому, чтобы это было как-то все-таки поинтереснее, я разбил занятие на два. В первой части мы будем устанавливать эту графическую подсистему. Этого LP вас делать не просят, но, я думаю, будет понятнее, если мы начнем все-таки с нее. Тем более, что тема так и называется – установка и настройка X11. Вообще, мы должны с вами разобраться с тем, какой существует у нас конфигурационный файл X-сервера X11, X11, это есть графическая подсистема в Linux, и различные устаревшие понятия, как X-фонд, и вообще, что такое клиент-серверная архитектура. В первой части мы сейчас просто устанавливаем и рассматриваем основной конфигурационный файл, как он обычно выглядит во всех дистрибутивах, потому что Ubuntu немножечко отличается от конфигурационного файла во всех остальных. Вот у меня есть готовый Ubuntu сервер, пустой, обновленный. Для начала, чтобы понять, для чего нам нужна вообще графическая подсистема, устанавливаем какое-нибудь приложение, которому точно нужна графическая подсистема, которому нужно выводить какие-то окна нам на экран. Я предлагаю установить Firefox. От суперпользователей, конечно же. Лучше сначала сделать AppGetUpdate, чтобы он обновил информацию о репозиториях, но я думаю, он справится и так. Пошел искать, нашел. 150 мегабайт нужных ему различных библиотек, потому что у меня здесь просто голый сервер. Тут по нему Firefox, и будет очень много качаться библиотек, для того, чтобы Firefox заработал. Говорю я ему «Да», и пусть себя качает и ставит. Пока он качает и ставит, я вам просто, наверное, порассказываю про X-сервер. Значит, X-Window System — это у нас обычная оконная система, которая нам дает стандартные инструменты для отображения графики. То есть она никак не определяет пользовательский инструмент. Этим занимаются у нас графические среды, такие как KDE, GNOME и прочие. X-Window нам дает именно базовый функционал. Это отрисовка, перемещение окон и взаимодействие с устройствами ввода. Мышь, клавиатура, планшеты графические, все что угодно. Все детали интерфейса — это не к нему. И такой важный момент — клиент-серверная терминология в X-сервере отличается от типичной. Вообще суть вот этой Windows X-систем в том, что запустив ее, мы можем подключаться к нашему серверу и выводить информацию с него на свой, например, монитор, если у нас сервер находится где-то удаленный, без всяких SSH. То есть X-Window System вот это вот умеет подключать к себе и передавать информацию. Не только на локальный монитор, но и на удаленный монитор. Но здесь немножечко бардак. Обычно у нас как бы сервер — это то, где запущено приложение, и клиент — то, что подключается к этому приложению. X-Window System использует обратное понятие. Сервером является наш локальный монитор, который предоставляет свои ресурсы приложению, запущенному на удаленной машине. Соответственно, удаленная машина, на которой все работает, считается клиентом, а наш компьютер, на экран которого это все выводится, является сервером. Вот так вот у них немножечко задом наперед. Дождались, Firefox у нас установился. Почищу я экран, чтобы нам было попроще не видеть лишнюю информацию. Попробуем запустить Firefox. Firefox. И он вываливается у нас с ошибкой, со своей критической ошибкой. Но суть этой ошибки в том, что у нас нет ни монитора, ни окона. Он вообще не знает, что, откуда брать и как ему работать. То есть нам нужна именно графическая подсистема, оконная система, которая будет обеспечивать базовый графический интерфейс, к которому будут обращаться все приложения, которые хотят что-то нам вывести именно графическое. Нам нужно для этого установить тот самый X-сервер. Он по-разному абсолютно называется в разных дистрибутивах. В Ubuntu я знаю, как он называется, но давайте на всякий случай его поищем. Кэш. Серч. Все, что связано с X-соргом. И тут огромное количество. Так как у нас в этой консоли я не могу ничего прокручивать, мне проще взять и вывести результат этой команды в какой-нибудь файл. Например, не знаю, X-сорг, тексты. X-сорг только. То есть вывод у меня сейчас будет отправлен в текстовый файл. Мы это все проходили в предыдущих аутликах. И я теперь могу этот файл посмотреть командой less, чтобы спокойненько пользоваться прокрутчиками. И вот я вижу стрелочкой вверх-вниз. Я езжу огромное количество библиотек, какой это у меня есть для X-сорга. И вот самый первый наверху, X-орг, это X-орг X-window-систем. То есть это и есть та самая оконная система, которая нас интересует. Если бы мы искали в Центасе каком-нибудь, то пакет бы назывался что-то X-сервер-дефис-хорг-дефис-х11, что-то нижнее подчеркивание, X-86, там как-то запутано. Здесь просто X-орг. Я вам показал, как искать, чтобы вы могли у себя найти тоже. Нажимаю Q, чтобы выйти из less. И заново чищу экран. Снова запускаем установщик. App.get. Install. И пусть он нам ставит этот X-орг. Соглашаюсь я с тем, что им нужно еще 123 мега. Запускаю, ждем. После того, как он установился, он в принципе сам себе создал уже базовую конфигурацию, но LP просит нас изучить команду основную. SuperUserDo, X, наша оконная система, ключ, конфига, который сконфигурирует наш X-сервер. Вот он много-много чего-то написал и сказал то, что он создал конфигурационный файл в моей локальной папке, в моей папке домашнего пользователя, и я могу попробовать запустить X. К слову сказать, мы можем с вами посмотреть все ошибки. Видите, внизу выскочила какая-то ошибка, я не разобрался, что это за ошибка, но вам сейчас это не важно. Все логи у нас находятся по пути cat var log xorg.0.log Только не ват, а вар, конечно. Вар кат. Что ж такое. И вот они здесь все логи. То, что у нас написано www, это ворнинге, предупреждение. I, I, это информационные сообщения. Если было I, это были бы эрроры. Ну, в принципе, все у нас нормально. То есть команда xconfigure создает нам конфигурационный файл, который мы сейчас с вами посмотрим. Но прежде чем смотреть, я хочу запустить X. Запускаются они тоже по-разному в разных дистрибутивах. По-человечески они запускаются в Ubuntu. Мы пишем start x. Start x. И вот сейчас у меня запустилась графическая подсистема. Мы увидели то, что у меня немножко поменялся шрифт. И самое главное, у меня появилась мышка. Вот она. Мышку он увидел и поймал. И, скорее всего, увидел и поймал монитор. И теперь я могу сказать, Firefox выскочила ошибка. Какая-то библиотеки. Но, тем не менее, вот у меня окошко открылось. Я могу даже попробовать выйти, например, в Яндекс. Все в порядке. Яндекс у меня есть. Закрываю Firefox. Все сработало. Видите, окошко получилось странное. 800 на 600. У меня весь мой монитор. А здесь она где-то, наверное, поменьше. 600 на 400. Ну, неважно. Потому что здесь он запустился все-таки Firefox с ошибками. И ошибки есть небольшие у X-Window. Но обычно мы не запускаем вот так вот. Все просто через X-Server. X-Server нам нужен, чтобы понимать, как в принципе работает вот эта вот система работы с окнами. А если мы хотим реальную графику, мы себе ставим уже графическую среду. Какой-нибудь Gnome. Или какой-нибудь KDE. Или родной для нашего Ubuntu Unity, которая основана на Gnome. И это уже графическая среда подгружает все необходимое. Лучше подгружает дрова. И оптимально работает вообще с мониторами и с устройствами. Я сейчас отсюда выйду. Exit. И вот я вышел из законного своего интерфейса. Я больше не в графике. И вижу то, что перед этим в консоли как раз-таки у меня инициализировалось огромное количество расширений. Запускался X-MyServer, X-Client, X-Init. Команда пыталась законнектиться. Про X-Init мы сейчас будем говорить в следующем видео. Тут мы хотим с вами сейчас посмотреть то, что вот у меня создался мой xorg.conf.new. xorg.txt. Это я напомню вам сам создавал текстовый файл, когда я искал через apt-cache информацию об X-Org. Нас же интересует лессом посмотреть xorg.conf.txt. Тут на самом деле особенно мы много не увидим. То есть .new. Ну просто поговорим. Потому что у нас здесь есть несколько секций. Секция самая верхняя серверовая аут. Говорит о том, что у нас вообще есть в наличии. Говорит о том, что у меня есть xorg сервер, который сконфигурирован. Есть у меня монитор 0 с адресом 0. Что это такое тоже определимся в следующем видео. Есть у меня одна мышка с адресом 0. Есть одна клавиатура. Все. Вся номерация начинается с 0. Затем у меня есть секция файла. Секция файла это где что искать. Как раз здесь нам нужно поговорить об X-Font сервере, о котором LP просит до сих пор для чего-то знать. Раньше, когда у нас были очень древние компьютеры, процесс рендеринга шрифтов занимал огромное количество ресурсов. И для этого выделяли отдельную машину, которая являлась X-Font сервером. Этот X-Font сервер предоставлял свои ресурсы всем остальным машинам, чтобы они рендерили шрифты и выводили их. То есть там раньше в путях к шрифту писался IP-адрес. То есть вместо, как у нас здесь библиотеки, user, share, font.x11 и так далее, писался IP-адрес, двоеточие и определенные параметры. Порт и так далее. Сейчас у нас машина уже побыстрее, рендеринг столько ресурсов не занимает. Поэтому X-Font сервер нам в принципе о нем даже и знать больше не нужно, но просит. Вот мы упомянули. Дальше модули, какие у нас есть. Тут могут быть огромное количество библиотек, модули дополнительных. Мы можем сами дописывать в конфигурационный файл, все что угодно. Дальше он у нас показывает Input Device, моя клавиатура. Потом показывает Input Device, мышку. Показывает по какому порту она подключена, где она находится. Монитор, так как у меня с вами виртуальная машина, у меня монитор нулевой. Неизвестен его производитель, неизвестна его модель. И поэтому немножечко может все косячить. В реальной жизни он бы показал то, что у меня там Samsung, какой у меня, 2243. Дальше устройство. Здесь он показывает нам все о наших видеокарточках. Тут он мне показывает, что это видеокарточка, по какому порту. Опять же, это виртуальная видеокарточка, поэтому он по ней особо ничего не видит. Так он бы нам показал то, что это Invidia такая, это какой-то ей нужен драйвер. А дальше у нас в настройке Screen идут все настройки видеокарточки и все возможные режимы ее работы. Глубина цвета и так далее. То есть такой обычный конфигурационный файл. Почему он нам больше не важен? Давайте, наверное, чтобы это объяснить, я с вами перейду в обычный Ubuntu. Вот мы в моей обычной Ubuntu с графической средой. Здесь у нас Unity. Unity точно так же опирается на X-server, поэтому здесь тоже есть конфигурационный файл. Обычно все конфигурационные файлы X-ов, то есть графики в Linux, лежат у нас в папке ls, ls в смысле, путь посмотреть, лист, содержимое папки X-11. И вот здесь у нас есть обычный файл, тот самый вот этот вот x.org.conf, который определяет настройки X-ов. Но в Ubuntu уже давным-давно, в смысле, в Ubuntu уже давным-давно это все переделали. Здесь мы не видим этого файла, хотя во многих дистрибутивах именно здесь лежит конфигурационный файл X-ов. В Ubuntu нам нужно попасть в спаме в папку user.r.share.x11.x.org.conf.d. Вот он, вот она папочка. И в этой папке у нас вот сколько файлов. Здесь мы внутрь заходить не будем, здесь очень много различных настроек. По сути, это тот же самый конфигурационный файл, который разбит на части и распихан по вот этим файлам. Здесь у нас есть различные устройства, настройки планшетов, настройки мониторов, мыши, клавиатуры, видеокарточки и так далее. Просто это все рассовано по этим файлам. Вам просто нужно знать, что есть такой файл конфигурационный, который обычно лежит в папке etc.x11. В Ubuntu уже все лежит вот в этой директории user.r.share.x11.x.org.conf.d. Как ковыряться внутри к серверу мы будем проходить, когда доберемся в практической части, в практическом плейлисте до администрирования сервера терминала Linux. А пока на сегодня нам вот этого достаточно. Можем еще сейчас на дорожку изучить две команды, которые нас просят знать lpxwininfo. то есть информация об окне x-сервера, запуская x-wininfo, и говорит, выбери, пожалуйста, окно, о котором ты хочешь получить информацию. Я хочу получить информацию о Firefox, но я, по-моему, не попал. Давайте я его делаю поменьше. Я тут делаю поменьше. И еще раз. x-wininfo. Вот окно, о котором я хочу получить информацию. Вот он мне показывает то, что верхний, координаты угла, ширину, высоту окна и так далее. То есть все-все параметры по окну, вот этому Firefox, он мне сейчас показал. Опять же, нам сейчас это безразлично, но если глубоко копаться, настраивать сервер терминалов, может пригодиться. И есть еще одна команда. x.dpiinfo. Которая нам показывает информацию по всему x-серверу. Она огромная, поэтому ее лучше отправлять через конвейер в LES. И вот мы отправили через конвейер в LES. И тут все у нас по нашему конкретному x-серверу. Здесь у меня немножечко больше информации, чем на Ubuntu сервере, потому что здесь полностью графическая среда. Здесь очень много подбужденных библиотек, модулей, настройки монитора видны хорошие. И здесь это все видно. Самая большая секция в конце вот этого вывода xdpiinfo показывает все возможные режимы работы монитора. Расширение цвета, при этом качество и так далее. Можно очень долго мотать, мотать, мотать. Здесь все будет говорить о том, в каких режимах может транслировать видео информацию моя Ubuntu. Думаю, я быстро мы управимся с этим видео, но что-то долго длило у нас время. Мы с вами поняли, как искать пакеты, отвечающие за подсистему оконную. Как их устанавливать, как их конфигурировать, как их запускать. Посмотрели файл конфигурации, где он лежит обычный, где он лежит в Ubuntu, как он разбит на секции. В принципе, нам этого достаточно. И две команды изучили, которые просят дать нас LPIC. Это xwininfo, которая дает нам информацию по тому окну, в которое мы пикнем мышью. И xdpiinfo, которая дает нам полностью всю информацию по нашей графической подсистеме.